так ладно значит все давайте продолжать запись будет если кто трансляции предлагать ну очень жаль так значит смотрите мы продолжаем с вами комбинаторику и сегодня мы поговорим с вами об еще одном важном комбинаторном классе комбинаторных объектов это разбиение и еще поговорим немножко с вами о скобочных последовательностях и связанных с ними тоже комбинаторных объектов это такие значит семейства так скажем контур веков ну то есть как скобочные последствия конкретный конечно комбинаторный объект но вокруг него целая выросла инфраструктура как бы комбинаторных объектов которых столько же вот количество правильных скобочных последствий некоторые фиксированного размера это числа каталана так называемые если вы откроете там на известном сайте ois.org раздел числа каталана то там количество комбинаторных объектов число которых равно числу каталана она огромна дайте собственно скобочных последствий начнем потом перейдем разбиением так скобочные последствий числа каталана и так давайте дадим три определения правильной скобочной последствий скажем так наивное определение правильной скобочной последовательности форма и два формальных наивное определение правильной скобочной последствий словно говоря такое что правильная скобочная последствий это последовательность скобок открывающих и закрывающих которая может получиться если вы возьмете какое-нибудь арифметическое выражение корректное из него выкиньте все кроме скобок ну и собственно именно так исторически правильные скобочные последствий появились на что вот как такой объект но этим определен тяжело пользоваться потом формально потому что она требует дополнительного определения объекта это арифметическое и корректное выражение. Изann все, кроме скобы. Это наводит на мысль, что зачем нам давать определение корректного выражения. Давайте сразу скобочное дадим. Зачем? Сначала приобрести что-то ненужное. Остальные компоненты этого выражения. Потом выкинуть это не нужно. Так не делать. А давайте сразу просто возьмем правильную скобочную постсовенность и определим. Определение 2. Давайте начнем с такого немножко, скачок в будущее совершим, к тому моменту, когда мы будем знать, что такое контекстно свободной грамматики. Ну, кто-нибудь из вас, возможно, уже про них слышал, но в целом их еще не проходили, проходить мы будем в конце первого курса. Смотрите, давайте обозначим как S правильную скобочную последовательность. Тогда как можно сделать правильную скобочную последовательность? Ну, во-первых, пустая строка — это правильное скобочное последовательство. Запишем вот так. Epsilon — это, как вы знаете, символ специальный, который пустую строку. Дальше. Если мы возьмем правильную скобочную последовательность и заключим ее в скобки, то это будет тоже правильная скобочная последовательность. Ну и, наконец, если мы возьмем две правильные скобочные последовательности и разместим их подряд, то это тоже будет правильная скобочная последовательность. Вот запись, которая сделана на доске, она с помощью специальных символов, стрелочек и букв «С» описывает с помощью инструмента, который немножко у нас из будущего с вами, с помощью контекстно-свободных грамматик, описывает формально тот текст, который я при этом сказал устно. Еще раз, правильная скобочная постельность — это постельность символов открывающих и закрывающих скобок, которая может быть построена по следующим правилам. Во-первых, пустая постельность является правильной скобочной постельностью, во-вторых, конкатенация двух правильных скобочных постельностей является правильной скобочной постельностью, и в-третьих, взятые скобки правильной скобочной постельности являются правильной скобочной последовательностью. Это такое вот рекуррентное определение, оно не очень хорошее, потому что давайте попробуем с помощью него посчитать количество правильных скобочных постельностей. Вот давайте количество правильных скобочных постельностей, подозначим цен, это количество, называется число каталана, по фамилии ученого, который проделал большое количество исследований, связанных с комбинаторными свойствами скобочных потяностей. Ну вот, соответственно, через него назван количество их. Итак, что каталанного? Давайте попробуем его посчитать. Ну, во-первых, первая, нам говорит, пустая скобочная потяность, она одна, да? Ну, хорошо. Соответственно, c0 равно 0. А дальше мы хотели бы из двух следующих правил получить какой-то рекуррентный... Ой, 1, 1, 1, да. Ц0 равно 1, значит. А из двух следующих правил мы хотели получить какую-то рекуррентную формулу. Ну, типа, вот как получить потяность размера n, да? Мы можем либо включить скобки потяность размера n-1, ну, что такое размер, да? Давайте считать, что поскольку у нас ясно, открываешь скобки и закрываешь только парами идут, да? То будем считать, что они... Их равное количество и количество открываешь скобку, когда-то будет размер у нас. Ну, длина, соответственно, как строки, она будет два раза больше. Тогда вот можем получить как... Давайте пока попробуем, вот красным цветом специально пишу. cn-1 плюс... А вот здесь непонятно. Получается, что мы должны как бы разделить правильность скобки 5 на 2, да? И получается плюс вроде как сумма по... Ну, вот давайте переберем длину этой потяности. И, да, по и от 0 до... Ну, а какая она максимальная может быть? Ну, n, собственно, да? n c и t на c n-i t. Тут у этой формулы две проблемы. Сразу нарисую ей вопросительный знак и грустный смайлик, чтобы вы не подумали, что это правильная формула. Кто подумает на экзамене, так напишет, получит двойку. Тут много есть проблем у этой формулы. Начнем, во-первых, с 0 плохо начинать, потому что, ну, получается, что у нас рекурсия как-то сама замыкнулась. Получается, что мы взяли постянуть длину 0 и приписали к ней саму нашу постянуть. Так мы, по сути, не посчитаем, да? Аналогично, наоборот, вот это. Если мы n взяли первую, то вторая 0 плохо, короче. Поэтому, ну, давайте попробуем. Сделаем патч, напишем от единицы, дали минус 1. Теперь правильно. Но тоже сомнительно, если честно, потому что теперь формула более похожа на правду, и даже какие-то наивные слушатели могли бы попробовать по этой формуле правильную скобочную постельность считать, но, конечно, она все равно неправильная. И следствие это того, что эта грамматика, которую мы описали, вообще наши рекурсии, это описание, оно задает правильную скобочную последовательность неоднозначно. Вот если мы возьмем какую-нибудь скобочную последовательность, например, вот такую. Это вот правильная скобочная последовательность с тремя открывающими скобками. Ее можно, однако, представить в виде конкатенации двух последовательностей с меньшим числом скобок двумя разными способами. Во-первых, вот так. Вот 1 плюс 2. Во-вторых, вот так, даже если исключить способы, в которых линейной 0, скобочная последовательность. 2 плюс 1. Поэтому наша формула, она посчитает ее два раза. Один раз как конкатенация. 1 плюс 2, вот здесь. Другой раз как конкатенация. 2 плюс 1. Это следствие того, что наша вот эта грамматика, опять же, забегая немножко вперед в тему КС-грамматик, неоднозначна. Она одну и ту же строчку может породить несколькими способами. Что же сделать, как победить нам эту штуку? Как нам сделать однозначную грамматику? Ответ достаточно легко оказывается. Но это следствие скобочных пояснений. Смотрите, если вы изучали скобочные пояснений, вообще, представляйте, что это такое, то вы можете заметить, что на самом деле там скобки разбиваются на пары, какая какой является парной. То есть, например, ну вот в этом примере, который мы нарисовали, они вот так и разбились на пары. Там, если мы возьмем какую-нибудь вот такую, например, то вот они вот так разбились на пары. Да, вот это с этой, спаренную, это с этой. То есть, ну, нам как программистам, это вообще очень хорошо знакомая концепция разбили на пары, потому что если вы там идея какой-нибудь работаете, современной, там все лайн или идея, то когда вы наводите, откроешь скобку, он обычно подсказывает, где есть соответствующая закрывающая, да, и наоборот. Вот, есть такая концепция соответствующей парной скобки. Давайте посмотрим на первую нашу скобку. Ей парная скобка соответствующая, ну, где-то находится. Что находится между ними? Между ними находится тоже правильная скобочная последовательность. Ну, она может быть, кстати, пустой, вот как в этом примере. А что находится после них? То есть, вот здесь находится правильная скобочка последовательности. Что находится после них? Тоже логично. Правильная скобочная последовательность. Мы получаем другую грамматику. Пустая является правильной скобочной последовательностью. И внутри скобок, вот если мы возьмем парную скобку для первой, то между ними и после них тоже будет правильная скобочная последовательность. Вот если переформулировать на русском языке это утверждение, то у нас получится такая формулировка, что правильная скобочная последовательность устроена следующим образом. Она является, пустая последовательность является правильной скобочной, а если она не пустая, то у нас есть, значит, первая скобка всегда открывающая, и ей есть парная закрывающая, между ними должна находиться обязательно правильная скобочная последовательность. И после этого мы можем также приписать правильную скобочную последовательность. Вот такое уже получается более, ну, менее удобное, как на слух для восприятия определение, но зато более удобное с точки зрения подсчета, потому что я утверждаю, что теперь любой правильный скобочный последовательность мы одним способом задаем. То есть, если мы зафиксируем, то вот эта скобка, это конкретная, и вот эта правильная скобочная последовательность единственным образом определяется для нашей, и вот эта. Поэтому, соответственно, вот эту неправильную формулу давайте сотрем, а правильную напишем, какая будет правильная форма. Вот мы, ну, c0, она по-прежнему единица, тут ничего не сделаешь, если скобок нет, то есть один способ написать пустую строку, да? Один способ ничего не делать. Если же последовательность у нас содержит хотя бы одну открыть скобку, то ей есть парная, и тогда между ними вот здесь, допустим, у нас длины i, правильная скобочная последовательность, после них получаются длины n-i-1. И мы получаем правильную формулу cn равно сумме по i от 0, теперь dn-1, cn-i-1. Вопрос контрольный. Почему мы перемножили это вот эти числа, как бы? Каждой скобочной последовательности первой соответствует любая из тех, которые... Да, смотрите, мы хотим посчитать количество вариантов. Соответственно, количество вариантов сделать пару, это количество вариантов сделать первый компонент, этой пары, вот тут, который мы в скобке выключили, умножить, логично, да, не плюс, на количество компонентов вторых. Ну, давайте попробуем этой формулой воспользоваться. Вот у нас будет там n и cn. Вот это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ну, 0 мы знаем, это 1. Мы подставляем формулу. Сумма от 0 до 0, c0 на c0. 1 на 1, 1. Но это очень логично. Вот мы написали, открываешь скобку. Теперь сюда мы ничего не можем вставить, потому что у нас всего одна открывающая, она потрачена. Поэтому здесь один способ ничего не вставлять. Дальше закрываем. И дальше ничего уже не можем дописать, потому что все потрачено. Соответственно, сюда тоже один способ ничего не дописать. Получаем 1. Теперь с двумя. С двумя подставляем формулу. Повещаем i равное 0, 1 на 1. И i равное 1, опять 1 на 1, то есть 2. Ну, опять же, какая интерпретация этого? Если мы ставим, откроешь скобку, дальше мы можем поставить, скобочную поставить с одним типом скобок, да? Только одна скобка у нас осталась, после того, как мы одну из двух потратили на нашу первую. И сюда тогда ничего уже не останется. Либо мы можем не оставить, там 0 поставить. Тогда у нас останется одна, и ее нужно будет вот сюда засунуть. Получится. Так, у нас по-прежнему четверть кадров сияет. Я не знаю, почему это происходит. Ладно, поговорим все с админами потом, что происходит. Потому что провод плохо работает. Ясно, ладно. Так, хорошо, значит, вот два способа. Ну, давайте дальше уже не будем так подробно рассматривать. Просто подставим формулу. Для тройки получилось 5, для четверки 14, для пятерки 42, дальше я не помню. Ну, вот это такая... Мы получили такую потенциальность 1, 2, 5, 14, 42 и так далее. Эта последовательность, она является таким, то, что называется отпечатком пальца чисел каталанов. Fingerprint. То есть, если вы где-то увидели такую потенциальность, то у вас может вполне зародиться разумная гипотеза в вашей голове, что это, наверное, числа каталанов. Постарались. Это количество моих объектов и равно числа каталанов. Давайте для того, чтобы увидеть, как такое возникает, вообще откуда такие могут появиться моменты, рассмотрим пример. Рассмотрим корневые двоичные деревья. Двоичные деревья, что это значит? Это значит, что у нас у каждой вершины есть левый сын и есть правый сын. Ну и каждого из них может не быть. Может обоих не быть, тогда вершина является листом. Вот, давай смотреть. С одной вершины есть одно такое дерево. Вот оно, одно. С двумя вершинами есть два таких дерева. Вот у нас есть корень, и у него есть сын. Он либо левый этот сын, либо правый. Соответственно, мы получаем такое дерево и вот такое дерево. То есть тут одно. А с нулевым вершин два? А? С нулевым вершин. Ну, с нулевым вершин, это философский вопрос, сколько из деревьев с нулевым вершин. Сайт двоичных, обычно можно считать, что одно. В целом, деревья с нулевым вершин не любят рассматривать. Когда мы будем с вами рассматривать деревья, это у нас будет на одной из последних лекций по комбинаторикам. Мы там будем деревья считать и перечислять. То вы поймете, почему дерево с нулевым вершин это плохо. Поэтому давайте замнем. Для двоичных можно определить, что здесь одно дерево с нулевым вершин, для произвольных лучше не определить. Так, хорошо, с тремя вершинами тут уже у нас большой выбор, на самом деле, получается. Смотрите, вот у нас есть корень. Первый вариант. Ну, давайте, как раз, у нас уже двоичные деревья, давайте уж оба сына сделаем. Два сына. Так, если сын всего один, ну, тут есть два варианта, он левый или правый. Ну, и, соответственно, дальше у него наш вдруг. Получаем вот такие вот деревья. Их пять штук. Интересно. Дальше, если мы не ленивые, и про вас, конечно, но вдруг что-нибудь случится, те, кто пришел не ленивые, то мы можем нарисовать с едре с четырьмя вершинами. Это систематически не очень легко сделать. Я-то ленивый, в отличие от вас, я не буду этого делать. Но если их нарисовать, получится 14. И это уж точно очень подозрительно. Один, два, пять, четырнадцать, да? И намекает нам, что где-то тут порылись числа каталана. Ну, и действительно, количество можем это зафиксировать как факт. Число двоичных деревьев. Двоичных деревьев. С n вершинами. Равно с n. Читу каталана. Когда возникает такое утверждение, ну, вот, по гипотезе мы можем проверить, дальше у нас есть несколько способов доказать, собственно говоря, это утверждение. Первый способ, ну, и такой достаточно универсальный, необязательно связанный с числами каталана, когда у вас есть какие-то объекты, и их столько же получилось, сколько других, это установить биекцию между этими объектами. Первый способ доказательств это биекция. Как установить биекцию между деревьями и числами каталана? Ну, смотрите, у нас вот это рекурсивное определение для правильных, ой, между деревьями и правильных скобочных последствий. Вот это рекурсивное определение для правильных скобочных последствий, оно очень оказалось удачным, потому что оно очень похоже как раз на в определенном смысле двоичное дерево. Вот у нас у двоичного дерева есть левое сонное дерево, левое поддерево и правое сонное. Аналогично есть это и здесь. Смотрите, у нас есть у вот этой правильной скобочной постановки, у нас есть две части. Перед скобкой закрывающей, которая соответствует первой открывающей, и после нее. Давайте построим такую биекцию. Пусть мы хотим построить дерево по правильной скобочной постановки. Вот рассмотрим, для пустой правильной скобочной постановки, у нас будет пустой, ну такое дерево, не дерево, неважно, пустой фрагмент дерева. Соответственно, если она не пустая, то мы рисуем корень. Дальше, левому, левому сыну, в качестве левого под дерево мы рисуем то, что соответствует, то дерево, которое соответствует последствиям, которое у нас находится между скобками. Если там пустая, то нет левого сына, а в качестве правого под дерево рисуем то, что написано после откроя скобки. Ну, например, вот этой правильной скобочной постановки соответствует, что? Вот у нас мы нарисовали корень. Теперь левого сына нет, потому что между этими скобками ничего нет. А правому сыну соответствует вот такая последствия. Как ее нарисовать? Окей, ну давайте ее рекурсивно как бы вызовемся. Нарисуем корень, это правый сын наш. И у него левого сына опять нет, а правый сын опять называемся рекурсивно. Это корень уже этого под дерево. И у него уже нет ни левого, ни правого сына. Вот мы получаем дерево соответствующим этой правильной скобочной постановки. А этой, например, будет какое соответствие? Корень, у него есть левый сын из одной пары скобок, мы же знаем, это просто вершина. И правый сын такой же, вот такой. Ну и аналогично по дереву очень легко обратно получить правильную скобочную постановку. с пустого. Если нет дерева, то и берем пустую скобочную постановку. Если же там не пусто, то строма. Пишем, открываешь скобку. Вот, например, хотим вот этому дереву нарисовать правильную скобку. Пишем, открываешь скобку. Дальше, то, что соответствует левому сыну нашему, в данном случае, рекурсивно мы сейчас напишем, после этого закрываем и правому. Правому ничего, а здесь, ну, напишем, значит, вот у нас есть корень, у него левого сына нет, это между скобками ничего не пишу. А правое сын есть и тоже это отдельно. Так, понятно, как устроены объекции между двоичными деревьями и правильными с кубочными последствиями? Понятно? Всем? Ну, а раз между двумя множествами установлена объекция, то логично, что они имеют конечными, логично, что они имеют равную мощность. Ну, в данном случае надо рассмотреть объекцию для каждого n конкретного слова, да? Так, хорошо, но чем плох способ объекции? объекция это очень мощная штука, на самом деле, и не всегда можно объекцию именно построить между двумя достаточно сложными комбинаторными структурами, такими, да? Соответственно, второе, что мы можем захотеть сделать, это просто доказать по индукции. В данном случае индукция будет идти, ну, что значит доказать по индукции? Самый логичный способ, когда у вас есть какие-то две рекурентные конструкции, доказать, что их количество одинаковое, это что? Начальные изначения совпадают и рекурентная формула одинаковая. Ну, давайте посмотрим, как она начальная изначальная. Ну, давайте, ладно, так и быть, ведем дерево с нулевого вершин, которое пустое. описано тоже его обозначим, которое одно. Когда у нас фиксировано, я поясню, давайте я поясню, чем плохо иметь пустое дерево вообще по жизни, тем, что если у нас не фиксировано число детей или не фиксировано какой из них левый, какой правый, то тогда у вас вы пустых вот этих детей можете сделать как бы сколько угодно и у вас получается трудности с подсчетом количества. Получается бесконечное количество деревьев, например, с одной вершиной, что у вас может быть один ребенок пустой, два пустых ребенка, три пустых ребенка, непонятно, поэтому обычно пустую штуку не считают деревом, но когда у вас при что, дети фиксировано бинарное дерево, то тут такой проблем и нет. Итак, соответственно, поэтому, ну вот давайте количество деревьев обозначим, мы же не знаем пока что это цн, т обозначим тн, т деревьев, три, т0 равно 1, c0 равно 1, совпадение. Теперь смотрим рекуррентную формулу, какое количество у нас бинарных деревьев с n вершинами, где он больше нуля. Ну, у нас есть точно корень, корень из левой сына, правой сына. Сколько вершин в левом под дереве корня? Если всего n. Ну, точно неизвестно, но какие варианты? От 0 до n-1. Соответственно, получаем, что tn, это, посуммируем, вот это не пересекающееся множество деревьев, размер по овсе деревьев можно разбить на не пересекающееся множество по количеству вершин в левом под дерево. Соответственно, по i от 0 до n-1, значит, t и способов собрать левое под дерево, умножить на t n-i-1. Способов собрать правое под дерево. Почему минус 1? Потому что корень. Потому что корень уже потрачен. Ну, и вот мы получаем такую же рекуррентную формулу, как для чисел каталанов. База одинаковая, рекуррентность одинаковая, значит, по индукции для всех n, tn равно c. Этот способ, ну, в простых случаях, ну, как у нас здесь, он же позволяет сразу индукцию получить. Мы смотрим, откуда здесь, этот самый 0, откуда здесь, и получаем, что вот чему надо сопоставить. Но в более сложных каких-то конструкциях бывает, что объекцию так просто не получить. Там, если, ну, там будет одна такая домашка, где объекция простая и неизвестная на всех формах. Честно, ну, кто она этим объектом, а они равны. в количестве. Так, забавный факт, кстати, заключается в том, что, вот мы рассмотрели двоичные деревья, и тут довольно логично все получилось, да? но можно же рассмотреть и не двоичные деревья. В некотором смысле это будет перекликаться с вот этой вот старой нашей формулой неправильной. Ну, грамматику это неправильно. Давай теперь рассмотрим произвольные деревья с порядком на детях. Не обязательно бинарные, то есть, любое количество детей разрешим, но они упорядочены. То есть, вот дерево вот такое и вот такое мы будем считать разным, да? Но при этом уже не обязательно 0, 1 или 2 ребенка, то есть, если он один, то он уже не левый, не правый, а один. Вот единственный наш сын. Аналогично их может быть и больше. 3 там или 4. То есть, это все допустимые деревья. Итак, деревья с порядком на детях. Ну, давайте. Объект довольно простой, конечно же, и хорошо исследуем. Давайте представим, что мы там в 17 веке живем, открыли деревья эти и решили их поисследовать. Давайте изобразим. Ну, с нулем вершин вот здесь плохо делать, как можно. Давайте с одной вершины начнем, с одной вершины одно деревье. Ну, хорошо. с двумя вершинами. С двумя вершинами. Тут, кстати, нас ждало неожиданное разочарование. Мы-то надеемся, что будет 2 и будет количество как раз опять числа каталана. Но одно тоже, потому что это единственный сын. Вот тут он был или левым, или правым, а когда у нас дерево не двоичное, то он просто единственный. и все. Так, третий вариант. Три вершины, теперь три вершины. Тут сколько будет деревьев? Ну, и как вы думаете? Представьте себе и скажите. Какие? Два. Ну, это правильно, это какие? От одного предка два ребенка. Либо два сына, либо они вот так. тут четырьмя вершинами на этот раз не полеемся. Я их нарисую. Значит, вот у нас есть по уменьшению детей корня перебирать. Если у корня три ребенка, то это одно такое дерево. То у корня два ребенка. То, вот они, два ребенка и еще одну вершину надо куда-то деть. Надо сделать ее сыном, либо этой. Либо этой вершины. Логично? Логично. Так, если у корня один ребенок, то теперь две вершины надо куда-то деть. Но тут уже, когда один ребенок, конечно, любой из этих двух деревьев можно просто подвесить в качестве сына. Соответственно, будет так и вот так. Пять. Смотрите, мы опять видим в последнемся 1, 1, 2, 5, правда, сдвинутую на 1. Тем не менее, совпадение очень уж подозрительное. Если, опять же, не полениться и вы нарисуете деревья с пяти вершинами, их окажется 14. И тут уж точно наша уверенность в том, что эти числа совпадает, она к нам приходит и остается с нами, и мы можем попробовать построить какую-то бедекцию. Тут есть несколько способов или доказательства поиндок. Тут есть несколько способов это сделать. Можно построить бедекцию со скобочными последовательствами, можно построить бедекцию с деревьями двоичными. Давайте построим со скобочными последовательствами. Значит, со скобочными последовательствами бедекция здесь такая. Вот смотрите, давайте пусть мы хотим по дереву построить правильную скобочную постность тогда сделаем следующее вот возьмем вершину потребляется корнем и в скобки между ними заключим ее детей ребенок 1 ребенок 2 и так далее вот к детей ck это будет не совсем объекция потому что на самом деле мы построили деревьям соответствует только скобочные последствия где скобки внешние такие где три заключенных скобки поэтому эти внешние скобки на самом деле не влияет их можно откинуть а вот после этого получается как бы что вот эти внешние скобки их не нужно на самом деле просто поэтому запишем поэтому без получается с деревьев то есть их самый внешний ада внутри конечно надо соответственно получается что объекция с опасностями для длины на один меньше чем что вершина поэтому тут получилось что три два четыре пять они то как здесь у нас было 35 объекция такая значит по дереву строим последовательность берем следующим образом строим вот у нас есть для меньших мы уже умеем строить ну для одной вершины это будет просто как обычно мы берем и заключаем берем детей корня записывал просто подряд и заключается мы получили правда не совсем то что обещали мы получили объекция но не со всеми скобочным постановством со скобочным постановством где первый последний скобка соответствует друг другу поэтому как бы у нас справиться в скобках эти внешние скобки теперь уберем вот только самые внешние которые всему дереву соответствует мы получим тогда правильный скобочный поезд для дерева с вершинами с минус одной скобкой откроешь что было всего n когда мы строили мы каждой вершине сопоставили с пару скобок на теперь мы самую внешнюю выкинуть что она иначе не было bx и мы получили бx между n минус ну давайте например вот берем вот эту дереву скажем поставим ему правильный скобочный постановство мы должны скобки взять сначала скобочный постановство для вот этого сына но она будет иметь длину 2 да и потом не длину а количество откроешь скобок и потом для вот этого значит вот этот сын это скобки просто а этот сын это в скобках корень постановость для вот этого то есть скобки вот мы получили вот такую последовательность но внешние скобки избыточны потому что они всегда есть поэтому мы теперь откидываем и получаем вот такую вот последовательность в ней скобок открывающих на 1 меньше ну а обратная процедура такая же вот у нас есть правильный скобочный постановство допустим вот это мы хотим по ней построить дерево первый шаг какой мы должны сделать только мне надо вернуть вот этот скоб который мы здесь вот откидываем да надо их вернуть включи заключим ее в скобки теперь у нас 4 открывающие скобки наш дерево гуще с тремя вершинами ну и теперь все понятно для внешние скобки сидят в корню и у него сколько детей 33 сына у него соответственно вот они хорошо смотрите чем ну формула формула и построение которым обсудили для чисел каталана и в принципе всем хорошо но при этом есть минус минус заключается в том что это вот если вы вспомните предыдущие лекции там был построение объекта по номеру номеруп объекту или следующего объекта и там была важная конструкция которая нужно было научиться делать какая чтобы номер объекта номеру получите номер по объекту там была важная путь задачи было научиться решать симы для коммента органу subjects решает думы любой объект можем по номеру восстановить или номер объекта. Существует ли, а еще более важное даже это сколько с таким префиксом. В частности, она позволяет решить и существует 0 или 0. Количество объектов за одним префиксом. Наша вот эта вот формула рефориентная, она не позволяет решить эту задачу количество с таким префиксом, что она про префиксы не думает. Она работает через но рекурсию. Вот она находит парную скобку и вот с фиксированным префиксом там в зависимости от того, где, допустим, рассмотрим, по сравнению с длиной 7 с префиксом вот таким. Что там дальше, где парная скобка вот эта, это еще кто знает. Там много вариантов, еще 4 открывающие скобки осталось, как там они расставлены. Поэтому к какому из слагаемых вот этих она относится непонятно. Таким образом, количество за одним префиксом вот эта формула, она посчитать нам не дает. К счастью, есть другое определение и другая интерпретация даже, так скажем, правильных скобочных последовательностей и соответственно другая рекуррентная формула, которая уже зафиксирована как бы на префиксе. Давайте смотреть. Давайте заднемся такой задачей, в принципе довольно простой, попроще, чем некоторые уже задачи наших планд, это... такая задача, значит, как проверить, вот данная нам правильная скобочная последовательность, как проверить, что она... правильно, ну когда она точнее просто скобочная последовательность, как проверить, что она правильно как вы проверяете по нашему вот этому определению не очень удобно проверять как бы надо найти парную скобку для этого тут как-то проинтерпретировать как-то рекурсия получается и очень сомнительная но на самом деле очень простой алгоритм счетчик баланса давай правильно говорите давайте смотреть что такое правильная скобочная последовательность давайте рассмотрим альтернативное определение давайте вот рассмотрим последовательность скобок и рассмотрим запишем рядом с ней последовательность чисел со скобкой открывающей напишем плюс 1 со скобкой закрывающей минус 1 после этого давайте в этом массиве который получился в соответствии наши броня скучном состоянии посчитаем префиксные суммы какие они будут 0 1 2 1 2 3 2 1 0 1 вот эти префиксные суммы вот этого массива называется балансом да они на самом деле обозначает следующее насколько больше раньше было открывающих скобок чем закрываешь разница это баланс после и скобок это открывающих скобок перед и минус закрываешь тогда мы получаем следующее что правильная скобочная последовательность тогда и только мы имеем наш кучу присоединяется правильный тогда и только тогда когда во первых любой баланс и ты больше не равен нуля и во вторых в конце баланс индексом 2n равен 0 то есть суммарно у нас должно быть равное количество открывающих и закрывающих скобок ну а у любого префикса должно быть хотя бы столько же открывающих скобок логично тут дальше возникает естественно вопрос как вот это утверждение это определение или там это теорема или что ну можно считать это теоремой а вот это например определением или вот это и доказать по индукции это ну давайте считать что тут наша математическая культура достаточно понятие эти два утверждения конвалентно желающие могут доказать а важным свойством важным как бы свойством этого определения является то что мы можем теперь по-другому взглянуть на правильную скобочную последовательность давайте нарисуем следующую визуализацию нашей правильной скобочной последовательности вот допустим вот это значит давайте рассмотрим такую плоскость координатную и сделаем следующую начнем в точке 0 и 0 и будем делать следующее если у нас открывающая ступка попадем по диагонали вверх на 1 вот так вот точку на случай 1 1 если опять открывающая то опять на 1 соответственно закрывающая пойдем вперед по-прежнему но теперь вниз на дальше у нас опять две открывающие потом три закрывающих мы опускаемся обратно на ось у x и еще такие два шага вверх ну вот мы пришли сколько у нас тут было 5 до . 10 на так у меня последний шаг так пришли в точку 10 0 соответственно по дороге походив по каким-то точкам значит соответственно вот это утверждение про баланс она говорит нам следующее что мы никогда не опускаемся во-первых ниже оси в мы всегда находимся сверху и во-вторых что мы в конце приходим начиная с точки 0 можно посмотреть как это будет соответствовать здесь тогда вот у нас открывающая скобка это шаг вправо ой вверх вот она первая открывающая наша скобка ведь как найти ей парную закрывающую да нужно пойти на том же уровне пока мы не не уткнемся снова нашу вот эту ломаную это будет наша соответствующая закрывающая тогда вот на этом ну легко видеть что между ними у нас как раз баланс всегда хотя бы один да он не опускается ниже ты что все напустится это и будет наш парный ну и поскольку здесь он опустился до нуля снова . наш на нашем примере 80 то дальше дальше у нас снова правильная скобочная опасность мы просто сдвинутая вправо на данном мире 8 это визуализация вот это ломаная называют весь название путь дико мне наверное может быть даже дайка у него такой странный фамилия напоминает голландское слово у в данном случае она в русскоязычной транскрипте принято говорить дико соответственно вот пути дико это между ними очевидно это будет путь который начинается в точке 0 и закончится в точке 2 и 0 и каждый раз идет вверх на 1 или вниз на 1 и соответственно количество пути дико оно очевидным образом равно количеству правильных скобочных последовательности и вот путь дико визуализирует как раз этот подсчет вот этот не подсчет пока подсчет у нас никого нет у нас есть баланс а в чем тут подсчет на самом деле это вот эта визуализация нам позволяет устроить подсчет количество по собственной последствии альтернативный смотрите давайте считать количество путей дико ну даже не может не обязательно правильно до таких путей которые ведут правильно плата в ниже нуля не опускается набрать в конце количество префиксов правильных скобочных последствий так скажем который ведут какую-то определенную точку давайте это назовем AXY. Это у нас будет количество префиксов правильных скобочных последовательностей с X скобками и балансом Y. Количество правильных скобочных последовательностей с X скобками и балансом Y. Тогда ну смотреть что у нас A00 это у нас 1. Ну а дальше у нас довольно простая рекоменда формула. Вот мы в эту точку X Y откуда можем прийти нашим путем X минус 1 Y плюс 1 X минус 1 Y плюс 1 как мы тут как раз пришли. А также X минус 1 Y минус 1 тоже. Ну соответственно получаем AXY равно AX минус 1 Y плюс 1 плюс AX минус 1 Y даже лучше сначала минус и напишу плюс 1. Вот это соответствует тому что мы поставили открываешь скобку. Тут может быть какой-то такой выход за границей массива в прямом смысле на прямом смысле Y равно 0. Вот тут будет минус 1. Минус 1 баланс не разрешается, но ничего страшного. Будем считать что это 0 просто. Аналогично здесь может случиться что Y такой большой, Y плюс 1 может оказаться больше там X минус 1. И тогда ну таким количеством скобок нельзя такого большого баланса достичь. Ну не страшно, тоже будем считать что это 0. Это формула. Ну и соответственно количество число каталана N, оно очевидно равно A2N 0. Мы приходим в точку 2N 0. Плюс большой этой формулы в том, что ее можно легко трансформировать, чтобы получить количество правильно скобочных постановлений с таким префиксом. Ну тут можно исходить изображения симметрии или наоборот считать. Вот давайте считать не количество. Вот пусть у нас есть N число зафиксировано. И мы хотим посчитать количество правильных скобочных постановлений с некоторым фиксированным префиксом. Вот мы давайте. Давайте этот префикс изобразим в виде как бы начала пути дико. Тогда вот будет у нас какой-то вот префикс, где-то у нас был пример. Вот. Вверх, вверх, вниз, вверх. Вот мы пришли в точку. В данном примере конкретном мы в какую точку пришли? 4, 2, да? Мы написали 4 скобки и баланс у нас 2. Давайте в обратную сторону. Давайте вот у нас была A. Давайте у нас будет A с крышечкой. x, y. Это количество путей, ну или суффиксов правильных скобочных последовательностей, p, s, p, начинающихся в точке x, y. Тогда как раз, поскольку теперь у нас N зафиксировано, мы знаем, куда мы хотим прийти. Куда мы хотим прийти? 2, n, 0, да? Ну конкретно в том примере, я не помню, сколько мы там заявили, что у нас будет суммарный скобок, но не важно. 2, n, 0. Соответственно, поэтому A с крышечкой 2, n, 0, равно единице. Ну а дальше рекуррентная формула такая же, более-менее. Давайте здесь я напишу. A с крышечкой нашей x, y. Куда дальше пойдет наш путь? Либо вверх. A с крышечкой x, плюс 1, y, плюс 1. Это открываешь скобки. Либо вниз. А с крышечкой x, плюс 1, y, минус 1. Это, выкрываешь скобку. Ну вот это второе слагаемое, оно отсутствует, если y равен нулю, да? А если if y больше 0. Напишем. Можно рассчитать, сколько способов прийти с конечной точки в эту точку 4? Я говорю, альтернативный способ, это просто симметрично отразить картину в силу симметрии. Это а с крышечкой x, y равно, можно написать, а с крышечкой x, y равно, видимо, а, типа 2n минус x, y, да? Поэтому можно, в принципе, если вам психологически приятнее посчитать а, и дальше вот по этой формуле использовать. Но если мы хотим прям вот поменьше думать, а побольше использовать готовые решения, то вот это ровно получается то, что нам нужно. У нас есть какой-то фиксированный префикс. Мы хотим узнать, сколько с таким префиксом правильных последовательств. Мы смотрим, в какую точку он ведет. Смотрим вот в эту таблицу от крышечки, сколько способов дойти отсюда уже теперь до конца. И это как раз и есть количество PSP с таким префиксом. Это позволяет нам посчитать по номеру правильную скобочную последовательность с одним типом откроющих скобок. Значит, давайте быстро зафиксируем еще, что бывают правильные скобочки в последовательности с несколькими типами закрывающих скобок. Ну, например, круглые и квадратные. Тогда они должны соответствовать друг другу. То есть, вот, возвращаясь к этой грамматике, мы можем добавить еще одно правило. Например, такое, что у нас есть еще из S в квадратных скобках. Вот эта грамматика, ну и соответствующие есть словесное описание, порождает правильные скобочные последовательности с двумя типами скобок. При этом скобки нельзя смешивать. То есть, вот, например, вот такая последовательность, она не является корректной с двумя типами скобок. Потому что ее никак вот по этим правилам не получить. Вот первое открывающее соответствие вот это, а между ними некорректность. стоит неправильный скобочный скобок. Вот такая дна открывающая, квадратная, это некорректная. А вот, например, какую-то такую можно взять по средствам. Вот, я знаю, какую-нибудь такую. Вот, я написал, старался по крайней мере написать правильный скобочный скобок. С двумя типами скобок. Ну, соответственно, я думаю, что теперь по аналогии все вы легко сможете понять, как посчитать количество правильных скобочных последовательностей с двумя типами скобок. Просто количество совсем легко посчитать. Как, скажите мне, кстати. Если у нас просто итоговое их количество. Ну, это, значит, количество против скобочных последовательностей. с двумя типами скобок, N, из которых открывающие. Ну, свяжем. На что умножить надо? На 2 в степени N. На 2 в степени N просто. Число каталана умножить на 2 в степени N, да? Потому что каждая пара скобок, она может одного из двух типов быть. А вот с префиксами, с суффиксами, там чуть-чуть надо, чуть-чуть надо применить мозг, вот прям совсем чуть-чуть, но надо. Это мы оставим вам для самостоятельного погружения. Там камерная получается. Ну, не совсем. Там не камерная. Там вам даже не возникает нового измерения, нужно аккуратно учитывать про типы скобок, потому что ну, хорошо, давайте я скажу ключевую идею, что когда вы идете вверх, вы можете придумать, по какому типу вы идете. Ну, потому что это открываешь скобка, она ни с чем не связана пока. А когда вы идете вниз, то на самом деле у вас однозначно определено, какой это будет тип скобок, потому что она кому-то парная, а тот кто-то, он уже известно какой. Ну, и поэтому там формула чуть-чуть. В соответствии с этим получатся какие-то. Это я оставлю вам, как я уже сказал, как упражнение. Так, давайте перейдем ко второй теме сегодняшней лекции. Это разбиение. Значит, смотрите, второй важный такой уже, но сложный. Вот мы на... Разбиение. Мы на первой с вами лекции, посвященной комбинаторике, общались в основном с такими простыми, в определенном смысле, комбинаторными объектами, линейными. Ну, и сегодня на самом деле прогулка. Но если... Но у них были разные в некотором смысле типы закономерности. То, что мы смотрели, там сочетание, размещение, перестановки, вектора. Фиксированная длина. Это были объекты, которые были... Ну, у которых были такие закономерности, либо глобальные, там, например, что все числа различных объектов могли быть какие-то локальные, еще что-то. В правильных скобочных последовательствах уже у нас закономерности были более сложного вида, что там есть соответствующие другие какие-то. А вот сейчас мы в разбиениях поговорим. В них... Это такой комбинаторный объект, который состоит из кусков, каждый из которых в свою очередь является в определенном смысле комбинаторным объектом. Давайте мы начнем с самого простого, ну, хотя и не самого простого в итоге этого объекта. Это разбиение на слагаемые. Разбиение на слагаемые устроено следующим образом. Вот пусть у нас есть какое-то число N. мы хотим представить его в виде всех возможных способов просуммирует какие-то числа. При этом давайте считать, что порядок слагаемых... Ну, мы можем рассмотреть два варианта. Порядок слагаемых важен, то есть мы не используем коммутативное сложение, или порядок слагаемых не важен, то есть мы ее используем. если порядок слагаемых важен, ну, вот давайте умеем число 4, например, то какие могут быть разбиения числа 4? Во-первых, 4 можно представить как одно слагаемое, просто 4. Дальше, ну, давайте пообуваем, 3 плюс 1, дальше 2 плюс 2, дальше 2 плюс 1 плюс 1, дальше 1 плюс 3, 1 плюс 2 плюс 1, 1 плюс 1 плюс 2, и 1 плюс 1 плюс 1 1, офигеть, да, очень много получилось, вот это разбиение порядок слагаемых важен. Сколько их получат много для числа 4? 8. Это, на самом деле, простое и не очень интересное в изучении объект. Я утверждаю следующее, дайте зафиксирую, что число разбиений числа n на слагаемые, где порядок важен, равно 2 в степени n-1. ну, в данном примере 4 как раз получается 2 3 8 почему так получается, кстати, ну, может быть, вы мне скажете? представить все эти чиселы, как monkey шарики, и там между ними перегородочки надо расставить в нужном образом. Да, визуализация довольно типичная для комбинаторики, которая называется шары и перегородки, она прекрасно работает. Смотрите, вот у нас есть, давайте, в нашем примере 4 изобразим как 4 таких шарика. Теперь тогда разбейно слагаемое это мы вставляем между некоторыми шарами перегородки. Вообще ничего не вставляем, вот получается 4 равно 4. Если вставляем, например, вот здесь, то получается 3 плюс 1. Если вставляем, например, вот здесь и вот здесь, то получается 1 плюс 1 плюс 2. Ну, мест, куда мы можем воткнуть перегородку в 3, n-1 в общем случае. Соответственно, каждое место можно воткнуть или не получается 2 ступеней минус. Давайте поэтому этот объект изучать не очень интересно. Давайте изучим более интересный объект разбиения на слагаемое, где порядок слагаемых не важен. Что значит порядок не важен? Ну, это вот как размещение и сочетание такое же примерно соотношение. То есть в размещениях мы расставляли числа различные на k позиции и нам важно было в каком порядке на эти позиции пошли, а в сочетаниях мы просто выбирали k из n и скидывали их в кучу. Но с кучей работать неудобно, поэтому мы дальше в качестве дополнительного шага выбирали канонизацию сочетания, выбирали фиксированное какое-то распределение, фиксированное какое-то представление строковое в виде массива этого сочетания. Соответственно, вот здесь, например, у нас вот это 2 плюс 1, 1 плюс 2 плюс 1 и 1 плюс 2, это теперь одно и то же разбиение, порядок не важен. Ну, чтобы удобнее было работать, конечно, хотелось бы выбрать какой-то канонического представителя. Какого бы нам выбрать? Исторически сложилось так, что для разбиения на слагаемые выбирают по убыванию слагаемых. То есть, сначала больше, а потом меньше. Ну, у этого есть разные, как бы там, модели удобства, почему так лучше, чем по возрастанию. Ясно, что развернуть, в общем-то, не очень сложно, но просто более значимый слагаемый, удобно размещать на чатах. соответственно, здесь вот это подходит, 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 1 плюс 3 не канонический, прицепленный, он эквиваляется 3 плюс 1, вычеркиваем. Так, 1 плюс 2 плюс 1 тоже плохой, 1 плюс 2 плюс 2 тоже плохой, и вот этот остался хороший, давайте сюда пишем поближе. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Ну вот для четверки получилось 5 штук. Количество разбиений на слагаемое, где порядок не важен, называется, собственно, числом разбиений просто обычно, и обозначается PnPmi. Ну вот, например, P4 равно 5. Числом разбиений там не очень приятная история, как их посчитать, потому что для них есть рекуррентная формула, но она довольно мерзкая. Она связана с так называемыми пентагональными числами Эйдера, там нужно, чтобы получить Pn, нужно сложить еще не знак, чередуешься по 2 чередующиеся знаки. 2 плюса, 2 минуса, 2 плюса, 2 минуса, числа, виды. Я вот даже, простите, с вашего позволения, подсмотрю бумажку. Что-то типа Pn равно сумме пока от единицы до бесконечности минус 1, ну не до бесконечности, конечно, до n, минус 1 в катой, дай нанос 1, на Pn минус 3k в квадрате минус k пополам, давайте напишем до бесконечности, так, проще, так, плюс Pn минус 3k в квадрате плюс k пополам, и минус 1, кстати, минус, до бесконечности, когда кастность таким большим, что тут отрицательный индекс, это их просто не надо учитывать, ну иначе очень тяжело написать, до скольки именно кап, потому что тут, то есть нужно сложить, вот такие счеты, это рекуррентная формула, она является следствием с так называемой пентагональной теоремой Эйлера, и я думаю, вы легко можете найти в интернете ее доказательства, это по соотношению цена-качество, не очень люблю я рассказывать на лекциях, Артем Тараш любит, можете либо в лекцию посмотреть, либо в интернете почитать, там неплохая теория развивается вокруг производящих функций вообще этих разбиенно-слагаемых, но ей мы займем своим, когда будет производящие функции проходить в четвертом семестре, а сейчас это избыточно, как бы немножко, что, чем? n- вот это, это индекс, вот это индекс, по-моему, минус, я не уверен, ну, тут у меня бумажка производящих функций записана мне, по-моему, при делении на ряд этот минус, это по-моему, минус, но это не важно, смотрите, так чередуешься, сумма, для k равного единства, минусы, самые большие элементы, их лучше было связи с плюсом, логично, поэтому, да, здесь минус, вот, но это, формула, откуда она берется, нам не будет, сейчас пока не важно, мы с вами более мирный способ посчитать эти разбиения сделаем, чем эта формула хороша, тем, что, ну, одномерная, как бы, да, только использует, по n, а во-вторых, она работает за сколько, в члене по ней? неправильно, за n корней из n, потому что, вот здесь квадратичный индекс, вот этот при k, который вычитается из n, и для k уже порядка корней из n, оно убежит в отрицательное значение, где мы считаем 0, то есть вот вычисление по вот этой формуле, по пентагональному тюреме и лера, оно работает за, n корней из n, мы рассмотрим сейчас алгоритм за n в квадрате, который вводит еще дополнительный параметр, вспомогательный, но зато он такой, понятный, в отличие от этой формы, значит, давайте введем дополнительный параметр, смотрите, давайте мы попытаемся посчитать по n, ну, как мы посчитаем по n, давайте вот первое слагаемое у нас есть, давайте вот переберем, сумма по k от 1 до n, мы берем вот слагаемое k, осталось bn-k, это неправильная формула, сразу ее пометим, почему она неправильная? потому что она как бы учитывает порядок слагаемых, то есть, вот после этого n-p, вот если мы поставили 1, то дальше нам говорят p3 здесь поставьте, но на самом-то деле нельзя p3 поставить, тут не любое разбиение, дальше оставшиеся тройки на слагаемые можно взять, а только те, которые, вот единичку мы уже поставили, мы же взяли каноническое по убыванию разбиение, те, которых все слагаемые не больше единицы, то есть вот эта формула, ну, она для нашей старой работает, там где 2 в степне n-1, если ее раскрыть, тут легко увидеть, что сумма как раз в степене 2, она равна очередной степени, плюс еще там p0, вот, формула неправильная, а правильная формула такая, нам нужно ввести вспомогательные параметры, давайте обозначим как pnk, это количество разбиений, n на слагаемые, где максимальное равно, не равно, а меньше либо равно, меньше или равно, тогда, собственно, pn равно pnn, да, у нас нету ограничений на максимальное, может, главное, чтобы оно было не больше n, ну, вряд ли оно будет больше n, а pnk уже есть, уже работает регулярная формула, это сумма по последнему слагаемому, g, да, от единицы до k, и по последнему, по первому, соответственно, pn-g, g. Так, эта формула, сколько работает? за куб, за куб плохо, но мне нравится, обещали за квадрат, дали за куб, обман, давайте этот обман починим и сделаем формулу за квадрат, цена такие, тут, ну, те, кто владеет, там, олимпиадными технологиями работы с динамическим программированием, это значит, у вас на алгоритме происходит, те могут с этой формулой поиметься, а так вообще и довести ее до квадрата, она переделывается, но можно из комбинаторных соображений получить, вот смотри, что такое pnk, это количество разбиения числа n на слагаемые, где максимальное, из них не больше k, не больше это что значит, меньше или равно, давайте разделим два случая, если оно равно, то тогда первое слагаемое k, да, и количество таких разбиений pn-k, k, ну потому что, вот мы взяли самое большое k, остальные тоже не больше k должны быть, и осталось разделить n-k, ну ясно, это слагаемое, давайте считать, что все отрицательные индексы, там нулистые, так, так, если же первое слагаемое у нас не равно k, то оно не больше чем k, значит меньше, меньше чем k, самое большое число, это k-1, значит, если оно меньше строго k, то оно не больше k-1, ну и вот эта формула уже считается за n-к2, да, могу, хотя вы можете, мне кажется, сами посмотреть внимательно на доску и собравить. Первое слагаемое отвечать за те разбиения, в которых есть число k, оно должно тогда обязательно идти первым, поскольку мы по убыванию делаем, и после него остается на минус k разбить, а второе за те, где нет числа k, раз там нет числа k, если числа не больше k, то значит, все не больше k-1, окей? окей. Так, ну я не буду с вашим поздямом, там это, поскольку квадратная динамика, то в ней там надо начальное значение первый столбец в строку, задать, я думаю, что в моменту идти, все разберетесь, сами когда будете лапу решать, сколько там вставить левую, нулевую строку, нулевую столбец, тут, мне кажется, все тревять. так, хорошо, это разбей на слагаемые, разбей на слагаемые, соответственно, также такая важная визуализация, которая называется диаграмма Юнга, диаграмма Юнга, это следующее, вот смотрите, у него разбей на слагаемые, вот например, 4, ну 4 мало, да, чуть побольше, давайте нарисуем это в виде такое полимено, где каждая строчка соответствует слагаемому, вот 4 слагаемых рисуем, 4 квадратика, дальше 2 слагаемых рисуем, 2 квадратика, еще 2 рисуем, опять 2 и 1. Вот мы получаем вот такую фигуру из клеточек, которая называется диаграмма Юнга, с этим связана также еще дополнительный комбинаторный объект, который называется таблица Юнга, когда мы в квадрате вот эти, еще раз вставляем числа, чтобы они не возрастали по каждой строчке и строчке, точнее углубали. И там количество способов это сделать, это количество перестановок совместимых, здесь перестановки совместимых диаграмма Юнга, их там можно считать, они возникают опять в разных комбинаторных приложениях, мы с этим с вами тоже когда-нибудь столкнемся. Но пока, давайте так далеко не заглянуть, пока в качестве простого объекта, просто вот эти таблицы Юнга, ой, диаграммы Юнга, с ними можно делать разные прикольные вещи, которые позволяют устанавливать объекции между разными разбияниями. Самое простое, что можно сделать с полимина, это отразить относительно диагонали, сделать транспозицию, нет, как это сказать, транспонирование. соответственно, вот этой диаграмме при транспонировании будет соответствовать какая? Вот такая, 4, 3, 1, 1. Соответственно, вот этому мы 9 равен 4, плюс 3, плюс 1, плюс 1, соответственно, другое, получим разбиение числа 9, на ней обязательно другое, бывает симметричное, центрное, относительно этой оси, диаграмма Юнга, соответственно, ну, получаем какую-то объекцию между разбиениями, можете сами подумать транспонирование, какую объекцию установить между разбиениями, чем оно интересно, чем эти, чем, количество чего и как позволяет это соотнести, что оно работает. Другое важное операцию, которую делают, это следующее, вот смотрите, можно сделать так, пойдем, обозначим две величины для диаграмминга, вот пойдем сверху и будем вот так идти пока не будет скачка, вот пока мы каждый раз на 1 уменьшаемся, пойдем налево, когда будем уменьшаться не на 1, то остановимся, а альтернативно можно, ну это, кстати, тут некорректно, вот эта операция, которую я сейчас описываю, можно применять только к разбиениям на различные слогамы, то рассмотрим разбиение на различные слогамы, вот пусть все строчки у нас различной длины, ну вот я рассмотрю какую-нибудь вот такую, тогда рассмотрим такие операции, вот у нас пойдем вдоль вот этой, вот каждый раз, когда он уменьшится на 1, когда увеличивается на 2, то останавливаемся, и нижний слой, вот раз, два, тогда, если вот этот нижний слой меньше или равен вот этой штуке, то его можно отрезать здесь и приклеить сюда, вот так вот, получить другое разбиение, а если нижний слой больше этого, вот как после этого мы сделали, да, вот тут нижний слой у нас, если вот к этой операции привести, здесь нижнем слое 3, а вот в этой главной диагонали, так называемой 2, тогда наоборот, можно отрезать главную диагональ и туда переклеить, получить другое разбиение, вот это интересная биекция, почти биекция, между различными разбиениями на четное и нечетное число различных слагаемых используют, собственно, доказательства от этой формулы, оказывается, что число разбиений на четное и нечетное число слагаемых совпадает, кроме количества разбиений, когда число n равно, соответственно, вот 3k в квадрате минус k пополам или 3k в квадрате плюс k пополам, тогда есть одна и ровно одна диаграмма, которой нельзя применить ни ту, ни другую операцию с диаграммой, нет, одна таблица, диаграмма, да, которой нельзя применить ни то, ни другое, которые как раз равно, равны эти числа, но переклеить нельзя, потому что вот одна ячейка, вот эта угловая, она, так, ну вот, не равны, оказывается, чтобы были равны, надо видеть, ну, не важно, вот, грубо говоря, вот 2 и тут 2, вот такая вот, вот 5, это такое число, оно как раз равно, чему 3 на 2 в квадрате 12 минус 2 10 пополам, 5, вот 5 равно, поэтому для него существует, такая диаграмма, вот она нарисована, у которой нету, которая нельзя применить ни ту, ни другую операцию, нельзя низ отклеить и приклеить сюда, потому что некуда приклеивать будет, и нельзя вот это отклеить и приклеить снизу тоже, чтобы, вот оказывается, что только для таких частин существуют такие диаграммы, и из этого там дальше получается этот формат. так, итого, какой вывод из того, что я сейчас сказал, что диаграмма Юнга это важный инструмент визуализации разбиений, если вы хотите между какими-то разбиениями построить биекцию, из каких-то соображений, то вы можете посмотреть на диаграммы Юнга для них и попробовать, посмотреть, какое преобразование вы делаете, что-то отрезаете, отражаете, переставляете в ней, чтобы эту биекцию провести, и довольно часто бывает, что так легче будет. Так, ну, давайте тогда в нашей второй части сегодняшней лекции перейдем ко второй части, этой второй части разбиения на множество и другие. Ну, мы на множество рассмотрим и на циклы, потому что это важный объект. Разбиение на множество и циклы. Вот пусть у нас есть n объекта 1, 2, далее n. Ну, например, 4 числа. 1, 2, 3, 4. И мы хотим их разбить на какое-то количество фиксированное на х, например, не пустых множеств. Ну, например, вот на 2. Давайте попробуем. Вот 1, 2, 3, и 4 надо разбить на 2 множества. Ну, например, грубо говоря, вот у нас есть там 4 игрока, и мы хотим их разбить на 2 команды, не обязательно равного размера. Сколько способов это сделать, и какие вообще это способы? Команда может быть пустая? Нет, пустая не может быть, не пустая. Это точно числа стирлинга. Нет, я вас спрашиваю не количество, а количество не угадайте. Нет простой формулы. Это действительно числа стирлинга, правильно, он говорит. Но давайте все их переберем, вот эти разбиения. Как они стоят? Смотрите, зависит от размера, да, если мы один в одну команду отправим одного человека в другую 3, таких разбиений будет сколько? 7. 4, да, у нас один человек, вот кто пошел один в команду, а остальные в другую. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 4, 4, 1, 3, 4. У нас команда не пронумерована, просто одни в одну команду, другие в другую. Так, а еще какие бывают? 2 и 2, 2 пошли в одну, 2 в другую. Это их сколько будет у нас? Ну, тут, например, кто с единицей в команде, да? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Соответственно, вот получили этапо 7 штук. Вот это число, количество способов разбить n элементов на к 0, называется число стирлинга второго рода. и у него есть два обозначения, либо оно назначится s2 от n, либо вот такое обозначение использует кнут nk фигуру. ну вот в частности из того, что мы тут посчитали с вами руками, следует, что s2 от 4 в 2 равно 7, да? и вот так, 4, что стирлинга второго рода, 4 по 2 равно 7. для числа стирлинга второго рода, довольно легко вывести рекуррентную формулу, воспользуемся как раз ровно той идеей, которую мы вот здесь при переборе сделали. Давайте посмотрим на число 1, да? Число 1, оно либо формирует само по себе команду множества, таких разбиений, где число 1, оно находится в отдельном множестве. Их сколько? Их, видать, n. Почему n? Это число стирлинга. n минус 1, n минус 1. n минус 1, n минус 1, да? Вот из единицы сформалась отдельная команда. И теперь остальные n минус 1 число должны разбиться на k минус 1 команду. Ну, это в нашем примере одно такое, потому что у нас осталось k минус 1, 1, да? И на одну команду разбиться один способ, ясно, делал. Но в общем случае, если бы мы на 3 у нас 100 берем, то там единица ушла, а остальные 2, 3, 4 разбились там на 2 команды, было бы несколько. Так, а второй способ, если один с кем-то в команде, тогда сколько способов это сделать. Смотрите, ну давайте единица пока временно отойдет, посидит на лавочке, все остальные разобьются на команду, единица не отдельно команда формирует, а с кем-то будет в команде. Поэтому они должны на сколько разбиться команд? на капсу, на капсу, на капсу, на к-1 единица кому-то верно придет. И единица потом приходит. Сколько способ единицы потом прийти к ним и вступить? к, ну по-аналогии с треугольником Паскаля, можно сделать треугольник стирлинга второго рода. А, ну вот давайте сделаем его nk, значит у нас nk будет соответственно, ну 0 чисел там не очень интересно бить, можно на 0 только команд, ну давайте, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, значит давайте смотреть, 0 чисел можно на 0 команд одним способом разбить, а дальше никак нельзя. И на 0 команд больше числа чисел никак не разбить. А дальше теперь можно пользоваться рекуррентной формулой. 1, 1, соответственно получаем, рекуррентной формулой очень легко, надо взять по диагонали сверху и над собой, но то число, которое мы берем над собой, нужно еще умножить на номер столбца. Это числа просто c из npk, да, сочетание надо просто 2 сверху над нами, и сверху слева над нами сложить. А здесь еще то, что было сверху, умножить на 1. Ну и поэтому это легко посчитать. Станеч будут нули, понятное дело. Тут у нас будет 1, 1, 0, у нас будет 1, 3. Смотрите, откуда у нас вот это 3? Мы взяли вот эту единицу, и вот эту единицу умножили на 2, о, что второй столбец. Мы нажали, значит, 1, 0. Ну и четвертая строчка, это уже такой отпечаток пальцев, fingerprint, нашего числа стенга второго рода. 1, значит, 7. Вот наша, собственно, 7. Дальше 3 плюс 1 на 3, 6. И вот это, если вы встретили где-то 1, 7, 6, 1, то характерный знак того, что здесь где-то погуляли, число стенга второго рода. Так, не вызывает ли у вас что-нибудь подозрения с числами стенга второго рода? Где число стенга первого рода? Так, где число стенга первого рода? Чистенга первого рода, это, оказывается, более фундаментальный объект, но просто у него более сложное определение, поэтому его мы рассматриваем после. Чистенга первого рода, это следующее, это разбиение на цепь. Давайте наши, вот эти разбиения на множество. Сделаем следующее, вот смотрите, давайте вот у нас мы сейчас разбивали хаотически, вот эти, которые в команду попадали у нас, ребята, они там в команде и дальше ничего не делали, просто толпой стояли. А мы давайте построим внутри вот эту каждую из команд в виде хоровода по кругу их. Тогда вот те команды, в которых больше двух человек, для них уже будет несколько способов построить хоровод. Вот, например, там где 2, 3, 4, они будут построиться так, 2, потом стоит 3, потом 4, вот по часовой стрелке. А могут построиться в обратном порядке, 2, потом стоит 4, потом 3. Вот дальше, если они будут по кругу бегать, то в этом случае будет 1, но они никогда в это не перейдем. Цикл ориентированных. Цикл ориентированных. Вот это разбиенный цикл, у него есть простой, очень смысл комбинаторный, это перестановки н чисел с к циклами. Перестановки н чисел с к циклами. Давайте поймем, какая здесь связь. Значит, вот смотрите, вот рассмотрим, вот разбиение 1, а потом 2, 4, 3, вот два цикла. Циклы традиционно, так квадратный скоб, не заключается. Это мы можем следующим интерпретировать способом, как перестановку. Собственно, вот ровно как перестановку интерпретировать. Вот у нас есть 1, 2, 3, 4. Давайте нарисуем стрелочку, кто после кого стоит в этом разбиении. Один он сам, все в команде, сам по себе стоит. Он заявлялся с собой за руки и стоит. А эти ребята как стоят? 2, пусть него стоит 4, пусть 4 стоит 3, пусть 3 стоит 2. Ну, мы получили, собственно, то, что мы уже с вами, или нет, мы еще не рисовали с вами, да, граф перестановки. Ну, неважно, включили граф перестановки, то есть мы можем теперь из этого создать массив, кто после кого стоит. Соответственно, пусть единица стоит единица, после двойки стоит четверка, после четверка стоит тройка, после тройки нет. Вот мы получаем перестановку вот это с таким вот грамм. Вот это число разбиения n чисел на k циклов, или оно же перестановки из размера n с k циклами количество, ну, это число членов первого рода, оно обозначается s1nk, ну, или кнут обозначает вот так, nk, вот такой квадратный. Ну и давайте попробуем получить рекуррентную формулу для nk, ну, по аналогичному спонсу. Смотрите, посмотрим на чувака, номер один, если он сам по себе в отдельной команде, отдельный цикл образует, то остальные n-1 должны, как и раньше, разбиться на k-1 цикл, все понятно. а вот если он с кем-то стоит, то мы действуем по той же схеме, говорим ему, посиди на скамейке, он ушел посидеть, остальные разбились, на сколько циклов теперь? на k. на k, все должны быть, он придет к кому-то, но вот когда он придет, сколько способов он встать? тут не очевидно, на самом деле, давайте посмотрим, вот, посмотрим этот пример, пусть тут выгнан был элемент номер 5, и вот он пришел, куда он может теперь влезть в этот цикл? он может стать после кого угодно, да, в каждый цикл, он может стать сюда, вот вместе с единицей, после него, ну, нужно, как и перед ним, не нужно, может стать после двойки, вот сюда влезть, нужно тогда вот сюда пойдет в 5, и из него уже в 4, может стать после четверки, тогда из четверки пойдет в 5, а из пятерки в 3, и может стать после тройки, то есть после каждого из тех, кто там остался, он может встать в цикл и это будут разные способы, соответственно сколько их этих способов получается? n-1, ну тут соответственно можем аналогично, так и давайте воспользоваться, вот давайте воспользуемся той же схемы, что времени мало, тем же местом, чтобы данную выполнять, тут аналогично, граница такая же, можно было не стирать, а вот дальше интереснее, значит теперь мы то же самое делаем, только число над нами умножаем не на номер столбца, а на номер строки минус 1, соответственно здесь будет 1 0 0 0, и понятное дело, теперь здесь будет 1, здесь число над нами не важно 1 0 0 2, там нет ничего интересного, а вот стройки уже начались интересно значит умножается число это не на что это на 2 2 и вот смотрите уже в первом столбце у нас раньше были единицы на одно множество это разбить много ума было не надо ясно было единица а вот на один цикл уже бывает несколько способов разбить что три например могут организоваться в два цикла как мы вот здесь вот с вами визуализируем 2 элемента можем один цикл не неправда одним смотрите вот один пусть него встает 2 получается один способ как они двумя способом станции не понятно нет так теперь здесь значит смотрим 2 это число плюс вот эту ночь на 2 получается 3 на 2 цикла 5 5 плохо не нравится 2 на 3 1 1 плюс 0 1 ну вот тут 2 3 1 немного это строку еще рановато считать на фингерпринтом потому что ну мало ли что там получается но следующий уже получится значит тут будет 6 2 на 3 на тут 2 плюс 3 на 3 11 тут 3 плюс 1 на 3 6 но соответственно 6 11 6 1 если вы видите вот это то это явный знак что что-то тут где-то частинга первого рода значит давайте число стенга первого второго рода они на самом деле очень мощный инструмент комбинаторный давайте я покажу пример в котором они возникают а мы попробуем осознать почему это возникает и на этом закончится смотрите итак возьмем помните у нас были возрастающие бывающие степени когда мы рассматривали цешки мы как раз и факториалы мы как раз вели вот твн ты например возрастающий равно т на т плюс 1 давайте возьмем т в четвертый возрастающий и попробуем записать ну расписать раскрыть скобки на т плюс 1 на т плюс 2 на т плюс 3 так ну во-первых будет т в четвертый ну давайте дать по парам их перемножим быстрее перемножить т квадрат плюс т на т квадрат плюс 5 т плюс 6 на равно вот и чем и дальше равно т в четвертый так чтобы ты в кубе было это т в квадрате на 5 5 плюс 1 6 так вторая степень это 6 плюс 5 плюс 0 1 1 1 степень т на 6 ну и 0 смотри сейчас т в четвертый плюс 6 т в кубе плюс 11 т в квадрате плюс 6 т совпадение не думаю и действительно совпадение тут никого нет твн ты возрастаешь равно сумме пока от 0 до н как ты обычный эту формулу легко доказать по индукции на самом деле там рекуррентное соотношение получается ровно такой же как численности него первого рода можно зайти с другого конца давайте наоборот давайте попробуем т в четвертый обычный выразить через т через возрастающий любого степень можно выразить через убывающие и это будет следующее это будет т в четвертый убывающий плюс 6 т в третьей убывающий плюс 7 т во второй убывающий плюс т в первую убывающую можете вот подставить раскрыть и быстрее так а 1671 это число стенга второго рода и оказывается что это довольно легко привести по индукции смотрите какую этого есть вот вы мне жаловались на линейной алгебы в начале лекции давайте я передам ей в конце лекции привет смотрите у этого если еще довольно интересная интерпретация рассмотрим множество многочленов от одной переменной t это множество можно рассмотреть как линейное пространство над r мы можем умножать на r и складывать многочлены можем мы даже можем больше можем еще умножать на алгебра алгебра многочленов но пока закроем глаза на то что их можно умножать дать только складывать и умножать на число тогда это будет линейное пространство какой у него размерность н бесконечность просто всех многочленов бесконечность тогда у него можно выбрать базис ну счет оказывается что счетную многочленов но если степень не выше н рассматривать то размер будет н плюс 1 давайте ладно ладно рассматривать бесконечность плохо рассматривать многочлена степень не выше н тогда размер снова будет н плюс 1 и какой-то какой бы базис вы бы выбрали если бы вам дали волю да 1 2 1 т т в квадрате и так далее а ну можно выбрать другие базисы например можно выбрать базис 1 т в 1 убывающий 2 убывающий так далее а можно выбрать например базис 1 т в 1 возрастающий 1 2 и тогда если мы посмотрим на вот эти вот формулы то мы понимаем с вами что вот этот или фрагмент числа таблицы числа стенга например первого рода является ничем иным как матрицы перехода между базисом а второго первого рода между бойцом убывающих степеней и матрицы обычных степеней на самом деле возрастающего степени они там не очень сильно чем различаются эти минус вот тут прибавлять или вычитать это не очень сильно влияет потому что это просто будет на минус один в степени хатом и соответственно на самом деле в частности поэтому матрицы стенга первого второго рода они являются по пределом смысле с взаимно обратными но там не совсем на если на минус один в степени там минус к домножить очередной ячейку то будут являться просто одну из них то будет являться обратно вот такой любопытный так что закончим на сегодня знаю а